Всем привет! С вами Russian with Dasha. Сегодня я бы хотела поговорить о песне, с которой Россия будет выступать на конкурсе Евровидения 2021. Почему эта песня в России вызвала такой огромный резонанс? Кто её исполнительница? И самое главное, о чём эта песня? Хочу также уточнить, что это видео для иностранцев, которые изучают русский язык и интересуются культурой России. Поэтому, если я увижу какие-то негативные, ксенофобные, расистские комментарии от россиян, или критику, которая далека от конструктивной, я просто буду отправлять этого пользователя в бан. Вот и всё. Так что не обижайтесь и подумайте, прежде чем что-то написать. В этом году Россию на Евровидение будет представлять певица Манижа. Если вы зайдёте на канал Евровиджин Song Contest на YouTube, то увидите, что у песни Манижа Russian Woman 6 миллионов просмотров, 210 тысяч лайков и 126 тысяч дизлайков. Причём, я уверена, большинство дизлайков поставили русские люди, или россияне, то есть люди, живущие в России. Почему? Давайте сначала посмотрим на то, о чём эта песня. Я саму песню включать не буду, но оставлю ссылку в описании к этому видео. Обязательно послушайте её. Хочу сразу уточнить, что у меня нет никакого музыкального образования, и сегодня я хочу обратить внимание не на музыку, а на текст и на смысл этой песни. Итак, давайте посмотрим на текст песни. Песня называется Russian Woman, русская женщина. Поле, 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 я ж мала. Поле, 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 так мала. То есть мы представляем большое поле, где стоит девушка, и она говорит, я мала, то есть я маленькая, я маленькая в этом поле. Как пройти по полю из огня, то есть поле с языками пламени. Представьте, что кто-то поджёг это поле. Конечно, это метафора, это не прямое значение, она не стоит в поле, она сравнивает свою жизнь с огромным полем, и через него ей нужно пройти. Как пройти по полю, если ты одна? Ждать мне чьей-то ручечки, ручки? Ручечка или ручка, это уменьшительно-ласкательная форма слова рука. То есть ждать мне помощи или действовать самой. А кто подаст мне ручку, девочки? То есть кто даст мне руку, кто поможет мне пройти через это поле? Испокон веков, с ночи до утра, с ночи, с ночи, ждём мы корабля, ждём мы корабля. Во-первых, фраза «испокон веков» означает «давно». Фраза «ждём мы корабля» у меня ассоциируется с повестью Александра Грина «Алые паруса». Вы, наверное, читали эту повесть. Девушка стояла на берегу и ждала корабля с алыми парусами, на котором потом приплыл её возлюбленный. И вот ждём мы корабля, то есть ждём, когда кто-то придёт, кто-то изменит нашу жизнь, кто-то нас спасёт. А чё ждать? Встала и пошла. То есть а что ждать, а зачем ждать? Встала и пошла сама через поле, через все трудности. Дальше идёт припев. То есть каждая русская женщина должна знать, должна понимать, что она достаточно сильная, она сможет проломить или сломать стену. Второй куплет. Что там хорохолица? Ой, красавица! Здесь героиня цитирует людей, которые ей говорят, что там хорохолица. Хорохолица – очень интересное слово. В толковом словаре «Даля» оно обозначает храбриться, держать себя вызывающе или заносчиво. В словаре Абрамова означает «упрямиться», то есть быть упрямым, вести себя упрямо, говорить «нет, я не буду так делать» и даже не объяснять «почему». И словарь Ефремовой также «держаться вызывающе заносчиво». То есть я думаю, что героини говорят, что ты упрямишься. Можно понимать и как упрямишься, и как ведёшь себя заносчиво. Ждёшь своего юнца? Ой, красавица! То есть ждёшь своего юношу, ждёшь своего парня? Красавица! Тебе уж за 30, алло, где же дети? Тебе уже больше 30 лет, где дети? Этот вопрос можно очень часто услышать в России. Если, например, в Европе или в США многие женщины рожают детей после 30 лет, рожают первого ребёнка, в России девушки часто, конечно, не все. И сейчас этот возраст всё больше и больше сдвигается, но девушки часто выходят замуж уже после университета, то есть в 20-21 год. И многие из них к 25 годам становятся мамами. А здесь вопрос. Тебе за 30, где же дети? То есть когда ты родишь, когда ты станешь мамой? К сожалению, этот вопрос я в своей жизни слышала, слава богу, не от своих родственников, но представьте себе, я слышала это от врачей. Особенно от женского врача, то есть гинеколога. Когда я пришла на обычный осмотр ежегодный, мне было тогда 26 лет, сейчас мне почти 31 год, в мае будет 31. И меня этот доктор спросила, беременности были? То есть беременности, да, это значит не обязательно, что я родила ребёнка, а именно беременность. Я сказала, нет, не было, она спросила, ни одной, то есть настолько была удивлена, я подумала, ну а что здесь удивительного, 21 век, наоборот, хорошо, что не было никаких нежелательных беременностей. Ну, милая моя, время уходит, ещё такая фраза, часики тикают, это значит, что время уходит, пора рожать. И очень многих женщин раньше, в возрасте 26-27 лет, в России уже называли старородящими. То есть это женщины, которые вроде как ещё молодые, но уже старые, потому что они рожают ребёнка не в 20, да, а в 26-27. Слава богу, в последние годы тенденция меняется, и сейчас люди уже понимают, что вопрос, где же дети, когда рожать, очень некорректный, неэтичный, и это вообще не ваше дело, когда мне рожать. Тем более у женщины могут быть проблемы со здоровьем, она, возможно, не может забеременеть и так далее. Поэтому здесь показан отличный пример фразы, которую ненавидят многие девушки, особенно незамужние. Ты в целом красива, но вот похудеть бы. То есть ей говорят, ты красивая девушка, но у тебя есть лишний вес, тебе нужно похудеть, тебе нужно стать более худой. То есть другие люди указывают, как нам выглядеть, как должна выглядеть девушка. На день подлиннее, на день покороче. Здесь говорится о юбке или платье, или вообще одежде в целом. Иногда девушкам говорят, ой, надела такую короткую юбку, выглядишь как проститутка, ты что, хочешь проблем? То есть короткая юбка это плохо. Но парадокс в том, что если девушка надела слишком длинную юбку, слишком закрытую одежду, её спрашивают, ты что так оделась? Да на тебя никто не посмотрит. Ну то есть парни не посмотрят. Надень юбку покороче. Как бы женщина не одевалась, найдётся тот, кто обязательно скажет, что она оделась не так. Росла без отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь. Не хочешь, а надо. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Ну, росла без отца, понятно, то есть воспитывалась только мамой или, например, бабушкой. К сожалению, в российских семьях очень много детей растут без отца. Я даже нашла статистику, в России 17 миллионов семей, из них в 5 миллионах дети растут без отца. То есть это семьи с матерями-одиночками. Тогда как отцов-одиночек в России 600 тысяч. При этом также статистика говорит о том, что 500 тысяч детей вообще остаются без попечительства родителей. То есть это дети-сироты, дети, которые живут в детских домах или в приёмных семьях. Поэтому статистика, конечно же, удручающая, и эта песня обнажает многие проблемы российского общества. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Стадо — это животные, которые живут вместе, например, и ведут себя одинаково. То есть это стадо овец, стадо коров, стадо баранов. И это стадо готово выполнять команды, слушать то, что им говорят или что им показывают, что нужно делать. Поэтому мы с вами не стадо. То есть мы не обязаны слушать чью-то команду и вести себя так, как от нас ожидают. Вороны, пыщ-пыщ, прошу, отвалите. Отвалите, то есть отстаньте, не трогайте меня. Теперь «зарубите себе на носу», то есть запомните. Это выражение «зарубите себе на носу», запомните. «Я вас не виню, а себя я чертовски люблю». Чертовски, то есть она хочет сказать «я себя очень люблю». Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся. Борются, то есть бороться, стараться осилить соперника, сражаться или воевать. Я думаю, что здесь говорится о разных типах борьбы. Борются за права женщин или борются, наоборот, за то, чтобы женщины вели себя определенным образом. Все по кругу борются, повсюду борются, повсюду борьба за что-либо, да не молятся. Молиться значит читать молитву или произносить молитву. «Сын без отца, дочь без отца, но сломанный, family, не сломать меня». Опять же, то, о чём я говорила, сын без отца, дочь без отца, я справлюсь, я буду сильной, я смогу. И дальше опять у нас припев. «You're gonna break the wall, every Russian woman needs to know, you're strong enough, you're gonna break the wall». «Don't be afraid, да не бойся, ты сломаешь стену». И дальше повторение. «Борются, борются, все борются, да не молятся, сын без отца, сломанный, family, не сломать меня». Когда я впервые услышала эту песню, к моим глазам подступили слёзы. Потому что песня, на мой взгляд, очень сильная. Во-первых, мне очень понравилась сама аранжировка. Я, честно, не музыкант, но энергетика этой песни меня захватила. И давайте не будем недооценивать бэк-вокалистов. Я люблю певца Сэма Смита, я ходила на его концерт в Барселоне в 2018 году. И у него, мне кажется, одни из сильнейших бэк-вокалистов. И здесь, когда я услышала у Манижи бэк-вокал и то, какую роль они играют в песне, мне очень сильно понравилось. И песня произвела огромное впечатление. Что вообще пишут русскоязычные комментаторы под этой песней? Что песня позор, унижает достоинства русских женщин. И многие комментаторы также пишут, как Манижа, девушка, которая родилась в Таджикистане, может представлять Россию на Евровидение. Именно это вызвало огромный резонанс. Манижа родилась в Таджикистане, но во время гражданской войны её родители вынуждены были переехать. Они уехали в Россию, и Манижа с двух лет училась говорить по-русски. Она пошла в детский сад, где её называли неполиткорректным словом «черножопая». Это она сама говорила в интервью. Это ужасно неприятное слово, которым дети обзывают тех, у кого цвет кожи темнее, чем их. И здесь открывается ещё одна большая проблема. Это тема расизма и расистского отношения. Я вообще не думала, что в России так много расизма. Пока не прочитала комментарий. Недавно в подкасте Russian Twist, это подкаст, который я веду совместно с англичанином по имени Том, у нас была гостья Эмили из Великобритании. Эмили по происхождению китаянка, то есть она родилась в Китае, и её удочерили родители из Великобритании. И всю жизнь Эмили росла в Великобритании, воспитывалась как англичанка, говорила только по-английски. Но люди, когда она приехала в Россию, часто спрашивали её, как ты можешь быть англичанкой, если ты выглядишь как китаянка. И Эмили не знала, что на это ответить, и даже однажды у неё попросили показать паспорт, потому что люди не верили, что она англичанка. Много людей с разным этническим происхождением живёт в России. Это многонациональная страна. И многие из них говорят не только по-русски. И, конечно же, обидно, когда пишут такие комментарии, да как ты можешь представлять Россию, ты таджичка, вали обратно в Таджикистан. Это действительно реальные комментарии, которые я прочитала. И Манижа в своём интервью говорила, что все свои песни она пишет на русском языке, она думает по-русски, она всю жизнь говорит по-русски. И почему мы не можем считать её русской? Ну и что, что она родилась в Таджикистане? Она была воспитана в России, она впитала этот язык, эту культуру. И я, честно, не понимаю, откуда столько хейта, да, столько ненависти к ней. Песня мне показалась глотком свежего воздуха. Из года в год Россия посылала на Евровидение, так скажем, безопасных артистов. То есть, в основном это были какие-то баллады о любви, всё очень лирично, лаконично, то, что можно услышать на радио. Манижа — это певица не радиоформата. Да, кстати, многие писали, кто она вообще такая, откуда она вылезла. Лично я Манижу знаю уже около шести лет. Я была на ещё тогда бесплатном концерте на Новой Голландии. Я именно тогда влюбилась в её голос. В 2018 году я купила её альбом и даже собиралась на концерт, но потом как-то немного перестала её слушать. Поэтому для меня удивительно, когда люди пишут о том, что Манижа непонятно откуда вылезла и кто за неё заплатил, кто её продвинул для того, чтобы она поучаствовала в Евровидении. На мой взгляд, Евровидение — это отличный шанс заявить миру о себе, о том, что в России живут открытые люди, которые не боятся говорить о своих проблемах и признание проблемы — это уже шаг на пути к её решению. Я думаю, что можно долго спорить о том, кто такая вообще русская женщина. На мой взгляд, это сильная, стойкая женщина, нежная, заботливая. Это женщина, для которой дорог, с одной стороны, домашний очаг и уют, с другой стороны, она та, кто хочет развиваться, учиться, двигаться вперёд. И Манижа, на мой взгляд, это человек, который как раз-таки отражает, насколько богата культура России, насколько она разнообразна. Друзья, буду рада, если вы поделитесь своими комментариями, своим отношением к этой песне. Напишите, пожалуйста, сталкиваетесь ли вы в своей стране с расистским отношением? То есть, сталкивались ли вы или ваши родственники с проявлением расизма? И также мне интересно, как относятся в вашей стране к женщинам, которые не вышли замуж и не родили ребёнка до 30 лет. Будут ли им говорить, что «Алло, пора рожать, да, где же дети?» Или всё-таки для вас 30 — это только начало жизни, начало осознанной жизни, и дети могут подождать. Я сейчас записываю серию прямых эфиров со своими учениками, и мы делимся разными советами, как изучать русский эффективно, как учить слова, чтобы их действительно запоминать. Скоро будут эфиры для путешественников, для тех, кто уже хорошо говорит по-русски, но всегда стремится совершенствовать свои навыки. Поэтому подписывайтесь на канал, я буду очень рада вашим комментариям. Надеюсь, что не только мне понравилась песня «Манижи». Напишите, за кого вы будете болеть на Евровидении. И желаю всем просто отличного дня. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok